Путешествие с риском для жизни в Слободском районе прошла ежегодная экстрим-гонка «Вятский лось». Стартует и финиширует ее участники в рамках чемпионата при Волжье по комбинированному туризму. Репортаж Романа Четверикова. Это не просто минуты отдыха после пройденных километров. Это один из этапов гонки, чье название, пожалуй, самое звучное – «Плюшка». Задание – нужно приготовить из найденных растений напиток и дать его продегустировать судьям, которые могут похвалить питье, а могут и забарковать. Каждый этап, сегодня 60 этапов, оценивается определенное количество штрафных баллов. То есть сколько ошибок вы совершили, чем больше ошибок совершили, тем больше штрафных баллов набрали. Кто совершил меньшее количество ошибок, тот, естественно, в большей степени готов к выживанию и жизнеобеспечению в природной среде. На данную оценочную остановку экстремалы пришли, преодолев большую часть пути. Его прохождение занимает обычно два дня. Перед отправкой на выживание важное значение имеет проверка всего необходимого снаряжения. Нынче в списке значилось 20 с лишним предметов, начиная от сотового телефона и заканчивая альпинистским инвентарем. Рекомендовано даже было взять в дорогу GPS-навигатор. Как показывает многолетняя практика соревнований, до финиша добирается меньше половины команд. Усложняются с каждым годом и испытания. Так на этот раз организаторы включили в маршрут передвижение по лесу. В этом году мы отобрали у них рюкзаки, отдали им только спецнанряжение и запустили по лесу на протяжении 6 часов. Питания нет, вещи поменять невозможно, воду упал, переодеться невозможно, только движение, движение, движение. Отчаянных и отважных путешественников такие новшества не испугали. На чемпионат заявилось 17 команд. Большинство кировские, но были туристы из других регионов, регулярно готовящиеся к передвижению по кировской природе, обходя ее самые красивые места. Поскольку эта гонка проходит постоянно в Кировской области, в более экстремальных местах я пока не встречал. Я думаю, что да, особенно в середине ноября, когда погода уже становится по-настоящему зимней, действительно, эта гонка – настоящее испытание. Кирилл, я готовы? Готовы! Нагружай! Спуски, подъемы, переправы болота. Где только не довелось участникам показывать свои навыки по выживанию. Открытием нынешних соревнований стало минимальное количество сходов и отказов от борьбы. Помимо победы, дополнительным стимулом была поездка в Турцию. Эта страна вместо Сочи, по понятным причинам, выбрана местом проведения российского чемпионата по комбинированному туризму, которым кировские команды владеют весьма неплохо. Вот и на Вятском Лосе хозяева трассы набрали меньше всех штрафных минут, оставив позади себя нижегородских оленей. Роман Четыреков, Сергей Щекин, Вести Киров.